Привет, друзья, меня зовут Павел, и сразу же хочу предупредить. Если вам не безразличны российское образование и наука, выключайте это видео. Вот прям сейчас. Потому что здесь вы не найдете ничего, кроме уныния, тлена и фейспалмов. Много-много фейспалмов. На прошлой неделе очередной бюджетник задал президенту очередной же неудобный вопрос. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему учителям и ученым все еще позволяют к микрофону выходить. Давайте для начала в принципе вспомним историю неожиданных откровений и попыток найти помощь власти. Нет, серьезно. Всякий раз, когда общественность слышит о реальном положении дел в сфере науки и образования, все так удивляются, будто живут в какой-то просто параллельной вселенной. Получается так, что молодые учителя и преподаватели получают зарплату 10-15 тысяч. Чем закончилось это выступление, я думаю, все помнят. Чуть меньше резонанс, но тоже свою минуту славы получил следующий педагог. Я Стольцова Алена Валерьевна. Беспокою вас в Сыркутской области, из города Шелихова. Наверное, это распространенный вопрос, почему такие маленькие зарплаты учителей. Я работаю учителем начальных классов, отработала год. Свыше 16 тысяч с половиной я не получала. Также я не получала подъемные, как для молодого специалиста. Я очень люблю свою работу, очень люблю работать с детьми. Но зарплата не оставляет мне выбора, как существовать на эти деньги. Спасибо. Иногда стороны меняются местами. Зарплата, извините, у вас какая? Когда вопрос о зарплате вызывает такую реакцию, ты понимаешь, там либо миллионы, либо в такой обстановке просто стыдно подобные суммы озвучивать. Что-то мне подсказывает, что здесь мы имеем дело со вторым вариантом. Если что, это Александр Шагалов, абсолютный победитель конкурса Учитель года. То есть, не последний человек в своем деле. Здесь правда надо говорить. Разно, страшно. Ну, разное, оно зависит от моих заслуг, а заслуг учеников, оно может варьироваться. Ну, в среднем от 25 до 30. От 25 до 30. Лучший учитель России. А теперь, когда в следующий раз вы будете недовольны уровнем преподавания в школе вашего ребенка, просто пересмотрите еще разок это видео. 30 тысяч. Лучший специалист России. И почему так мало профессионалов? Наверное, любви к детям не хватает. Полная учебная нагрузка, 18 часов у меня есть. Заработная плата, вот в сентябре я получила получку 10 тысяч рублей и аванс 8 тысяч с копейками. То есть, это около 19 тысяч рублей. Вы знаете, вот у меня сколько зарплаты? Сколько? 10 800 пет зарплата моя. Это оклад? Да, пет. А, ну, допустим, там, если прибавить еще заклассное руководство, ну, где-то набежит 1014. Получаю ее где-то 22 тысячи. Начинающий педагог, даже после повышения кончего института, значит, будет получать заставку заставку 11 тысяч 695 рублей. Если не секрет, какая у вас заработная плата? Не секрет. Со стажем более 30 лет, со всеми возможными заслугами и выслугами, менее 20 тысяч. А теперь еще раз послушаем Киселева. Так, что мы оказались куда в более достойном положении на сегодня, чем любая из крупных западных стран. Дяденька телеведущий, а дяденька телеведущий, а можно поинтересоваться, в какой-то из этих крупных западных стран лучший учитель года получает 380 долларов? Если повезет. Хотя, подождите, таких же зарплат не существует. И сегодня вы узнаете почему. Вот он, главный секрет российского образования. Серьезно, это максимально секретная информация. Потому что, судя по всему, ни в правительстве, ни на телевидении об этом просто не слышали. С вашего позволения, скажу о насущных проблемах, как обычный ученый самый простой. О тех проблемах, которые нас волнуют. Первая самая такая праздничная проблема, это заработная плата. Моя тоже в должности, это старший научный сотрудник. И моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. Внимание! По бумагам, такой зарплаты у ученого, в принципе, быть не может в нашей стране. И все политики это знают. Обратите внимание, какие вопросы задает президент. Анастасия Сергеевна, вы на полную ставку работали, да? А вам предложили перейти на полставки? Или вы изначально работали на полставку? Нет, мы все работаем на полную ставку с утра до вечера. Предложили перейти с сохранением времени работы стандартного, чтобы формально это выглядело как полставки. По бумагам это полставки, при этом мы продолжаем работать полный рабочий день. Понимаете, но тут такое дело. В нашей стране бюджетники живут хорошо. По бумагам. И причиной этого счастливого житья-бытия легендарные майские указы президента. О которых, конечно, все слышали, но мало кто знает, что же это за чудо такое. Согласно документам, уже с 2012 года зарплата учителей должна равняться средней по региону и не опускаться ниже этой планки. К 2018 году зарплата работников культуры и преподавателей колледжей должна достичь того же уровня, а у врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников превысить среднюю по региону вдвое. Ну, практически. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам к началу апреля представить в Минтрут детальную информацию об уровне заработных плат бюджетников для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации. Вопрос чувствительный для наших граждан. Прошу отнестись к этому с полной ответственностью. А почему о таком чувствительном для наших граждан вопросе заговорили только после прямой линии с президентом? Ну, раз уж вопрос такой чувствительный. Недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально. Важно видеть за этими цифрами людей. Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника. Действительно, пора посмотреть на реальный уровень зарплат. Только вот в этой ситуации меня пугает, что вот я почему-то знаю о зарплатах бюджетников. И вы, наверное, рассмотрите мои ролики. А политики нет. И ладно, президент, премьер-министр, огромная ответственность. Все сферы жизни общества. Но, господа министры образования и просвещения, вы до Мишустина не могли донести информацию о реальных зарплатах в регионах? Или вы тоже не знали, сколько учитель в каком-нибудь Омске получает? Ну так зайдите в любой педагогический паблик и найдите обсуждение, в которое скидывают свои веселые квиточки работники вузов и школы. Вся информация открыта. Посмотрите, какую зарплату в регионах предлагают молодым специалистам. Долго искать не придется. Но в нашем регионе так, как оно есть, почему такая зарплата 25 тысяч рублей? Ну такая зарплата. Че что ты делаешь? Так финансисты делают. Куда тут денешься? Тут ничего не скажешь? Вот вам и ответ. Ну то, что мы страна отстаем, мы еще бедные, это надо признать. Воу-воу-воу, подождите, подождите. А как же? Мы оказались куда в более достойном положении на сегодня, чем любая из крупных западных стран. Работа ученых связана с лечением пациентов со злокачественными опухолями. Их новые разработки основаны на совместном действии препаратов на основе ДНК и химиотерапии. Молодым сибирским ученым удалось сделать химиотерапию более эффективной и в то же время щадящей. И при этом, какую они получают зарплату? Ну, знаете все эти шутки? Это тебе не лекарство от рака найти. Так вот, тут люди, грубо говоря, именно в этом направлении работают. За 25 тысяч рублей. В то же время молодыми учеными заинтересовались следователи. Как рассказали МК в институте, Анастасию Проскурину довольно долго опрашивали. Звучали даже такие вопросы. А кто вас мог подучить рассказать президенту о зарплатах? Да, именно это очень важно узнать. Кто же мог подучить? Ведь так все хорошо было. Учителя получали среднюю зарплату по региону. Ученые 200%. А тут бац, бац, бац. Оказывается, все не так. Действительно, кто же этот злой гений, решивший провернуть сие подлое действо? А самое забавное, что некоторые мои подписчики решили, что это вполне себе адекватный вопрос. Я про всю эту историю рассказал в своем инстаграме. Кстати, подписывайтесь в Digital Art, видео с дополненной реальностью, милая собачка и обзоры настольных игр. Мне кажется, что эту версию следователи обязаны были отработать. Мои права нарушаются. А кто вас мог надоумить об этом рассказать? Бумажки посмотрели? Все хорошо. Значит, предполагаем, так же и влияние извне. Мне лично кажется, что заострять внимание именно на этом вопросе нет смысла. Сугубо рабочий формальный момент. Вот если они действительно эту версию отрабатывать начнут, как основную, это да. Понимаете, кто-то видит в вопросе. Кто вас подучил? Какую-то версию. Майские указы не выполняются. Права человека нарушаются. Отработаем версию внешнего влияния на ее сознание. Какая к черту разница, почему человек заявил о нарушениях, если о них, как оказалось, никто знать не знал? Это последнее, что должно интересовать проверку. Но действительно, как это так, такую беседу с президентом испортили? Оказывается, ученые достойные разговора с главой государства даже 30 тысяч не получают. Зачем об этом кому-то знать? Поэтому нет. Вопросы про надоумили, это не рабочие моменты. Это такой легкий намек, что... Знай-ка ты свое место, дружок. Пришел условный муж заявлять о пропаже жены. Следак должен отработать версию, что он убил. Тут аналогично. Только вот, тут у мужа спрашивают, не где он был вчера вечером, что вполне логично, а почему он решил заявить о пропаже жены. Но это всего лишь рабочая версия. А мы еще удивляемся, что дети в школах не могут нормально на вопрос ответить. Но это реально из серии. А где ты будешь отдыхать этим летом? В июле. Ну типа, чего? Во-первых, сама идея, что человек может быть недоволен нарушением своих прав только с подачей кого-то, оскорбительно. А во-вторых, если именно внешние силы заставили верхушку страны узнать о реальном положении дел, спасибо внешние силы. Проводит свою проверку и прокуратура Новосибирской области. Сотрудники ведомства выясняют, как соблюдалось трудовое законодательство в части своей временности и полноты оплаты труда. Далее проверка коснется и всех научных институтов сибирского отделения РАН. В общем-то, именно так все обычно и происходит. Везде-то все нормально, майские указы функционируют, это вон, в Новосибирске что-то не так пошло. Ну что, вот еще пару лет подождем, и, быть может, какой-нибудь ученый из Смоленска президенту о своих реальных доходах расскажет. И вот уже и Смоленск проверят. Нет, конечно, хочется верить, что проверка Мишустина всю Россию охватит. Я вот верю. Четыре года на этом канале о зарплатах учителей говорю, но вот именно сейчас все, конечно же, изменится. Меня очень порадовал вот этот кусок из статьи Росбалта. Между тем, как рассказал Росбалту на условиях анонимности сотрудник одного из ведущих вирусологических учреждений Петербурга, низкие зарплаты в среде ученых довольно распространенная ситуация. Серьезно? Вот это откровение! Эксклюзив! Кто бы мог подумать? Хотя, как показала вся эта ситуация, это же действительно для всех новость. А вот вам новая информация. Миноборнауки выяснила, что средняя зарплата, пожаловавшаяся Путину ученой за прошлый год, составила 44 129 рублей в месяц, заявил Фальков. Валерий Фальков отметил, что 25 тысяч рублей это не зарплата ученой, а должностной оклад. По словам министра, в Новосибирском институте РАН в 2020 году был выполнен показатель по зарплате в 200% от средней по региону. Средняя зарплата в учреждении составила 67 200 рублей. Видите? Оказывается, никаких нарушений вообще не было. И те учителя, что в начале ролика про свою зарплату говорили, они, наверное, тоже среднюю по региону получают. Но журналисты решили связаться с Анастасией. И тут такой момент. Даже если какой-то конкретный ученый из Новосибирска или Челябинска получает, ну не знаю, миллион, или дискотеку с водными аттракционами устраивает, это никак не меняет общую картину. Но мы, конечно, будем говорить только о конкретной ситуации, а не пытаться разобраться в системе в целом. Вот и получается, что нужно либо к президенту обращаться, либо чтобы о тебе заговорили блогеры и СМИ. Помните историю с учителем? Почти 40 часов, зарплата 20 с копейками. Удивительное дело, проверка нашла нарушение. А теперь внимание. Об этом тоже никто не знает? А как так получилось? И вы только подумайте. Об этой ситуации писали в газетах. Об этом говорили в интернете. Да блин, произошла проверка. И все равно зарплата не соответствует майским указам. Ну, типа, камон. Да, зарплату повысили, но она все равно не соответствует тем самым озвученным нормам. Когда очередная история немыслимого богатства бюджетников становится достоянием общественности, мы либо утверждаем, что это злой, вставьте имя нужного руководителя или чиновника, виноват, либо, и вот это просто великолепно. Вы неправильно все поняли. Помните ответ учителю из Пермского края? Ну и что, что две ставки? А победы в конкурсах? А проекты? В общем, вы мало работаете. Ну да, у вас 40 часов. Но... Ну и что? Вот и в ситуации с сибирскими учеными. Уже появилась информация, что ученые-то так себе. Если что, они получили президентскую премию. Если работник не хочет получать зарплату в соответствии с майскими указами, у него должно быть 5-6 грантов. Вот оно что! Это, наверное, просто мелким шрифтом было написано. А теперь давайте про утечку мозгов поговорим. Ну а самое главное, если начать вот это рассуждение про гранты, никто из тех людей, которые отвечают за жизнь в нашей стране, не подтвердит эту информацию. Какие такие 5-6 грантов? Нет. Про это ничего никто не говорит. Это вообще непонятно откуда информация. Просто вот ученые должны получать 200% от средней зарплаты по региону. Понимаете, ученые получают государственную премию за свои открытия, но все еще не достойны зарплаты даже в 40 тысяч рублей. Ну, как и учитель года 30. Так может мы тогда выпустим указ, по которому каждый россиянин ежемесячно будет получать минимум по миллиону? И маленькая такая приписка. Ну, если он является блогером-миллионником и продает рекламу. А что, если учитель наберет, к примеру, 60 часов, у него точно средняя зарплата по региону выйдет? Даже не сомневайтесь. Эй, ученый по горшкам печеным, 10 грантов получишь, и 60 точно в легкую сделаешь. Потому что что от такого указа о миллионерах, что от невыполнения майских предписаний, эффект будет один. Громкие заголовки и красивые цифры в отчете. У меня все. Пожалуйста, поделитесь этим роликом, поставьте лайк и напишите комментарий. А то ведь опять никто ничего знать не будет.